Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел. Был сильный мороз. Гляжу, превышая, несется под гору большой семитонный цементовоз. Я шествую важно. В спокойствии чинном зашел на дорогу и жезл поднял. Куда, говорю, вы несетесь, мужчина? А он отвечает, перейти не поднял. Чего понимать, говорю, ты превысил, давай документы. А он на меня два зуба железных в улыбке окрысил. Начальник перейти ничего не понял. Кончай издеваться, хирургов ошибка. Права, говорю, и техпаспорт давай. А он отвечает с дурацкой улыбкой. Прости, я по-русски не все понимаю. Я чувствую, что выхожу из терпения. И ноги замерзли, и уши, и нос. Юдашкин не очень учел утепление. Попасы был мне, я бы задал вопрос. Давай документы, техпаспорт, страховку. Права, техталон, говорю, доставай. А он из окошка просунул головку. Командир, не спеши, я не все понимаю. Пока я на пальцах замерзших с барана с трудом выторговывал тысячу рублей, промчались два Вольво, четыре Ниссана, две Шкоты, Тойота и пять Жигулей. Быть может, на них слегонца превышали носители пушкинского языка. Теперь не догнать, навсегда ушуршали, пока я тут изображал дурака. И как дальше быть, если жизнь все дороже, а в тачках по трассам летят дураки? Из органов мне уходить, или все же начать потихоньку учить языки? Продолжение следует...